Теперь профессиональное сообщество риэлторов возглавляет Юлия Усачева. Ей предстоит вместе с коллегами и администрацией города провести большую работу на рынке недвижимости. Не секрет, что многие маклеры сегодня работают в тени и подчас квартиры продаются в домах, которые построены незаконно, а дела застройщиков находятся в судах. В результате появляются обманутые дольщики и подает доверие потенциальных покупателей к агентствам недвижимости. Сегодня в городе много вопросов, связанных с незаконным строительством, с ненадежными застройщиками, с недобросовестными риэлторами. И хочется сегодня до всех наших коллег донести, насколько эта проблема важна, и что мы все должны приложить усилия для того, чтобы совместно решить этот вопрос, чтобы на рынке недвижимости нашего города остались добросовестные риэлторы и профессиональные застройщики. Мы активизировали эту работу с марта прошлого года и добились значительных результатов. Практически втрое снизился объем незаконного жилья. Мы получили в марте, если у нас было, цифру приведу, 136 объектов, на которые были обеспечительные меры в виде ареста, но тем не менее они строились, то сейчас таких объектов осталось 17. На первом этапе, когда мы видим, что на участке, предназначенном для индивидуального жилого дома, строится многоквартирный, то есть есть все признаки многоквартирного дома, мы сразу организуем дежурство круглосуточное, отключаем от всех коммуникаций и стараемся блокировать объект таким образом, чтобы он вообще не строился. В Сочи 2175 обманутых дольщиков. В некоторых случаях мэрию удается установить контакт с застройщиком. Администрация города уже инициировала несколько встреч таких бизнесменов со ждущими жилья людьми. В помощь тем, кто только планирует купить собственные квадратные метры, в городе создан черный список объектов недвижимости. Размещен он на сайте администрации города и регулярно обновляется. Доступен он и всем риэлторам. И если, зная о незаконной истории дома, посредники, тем не менее, продают в нем квартиры, отметили правоохранители, это будет рассматриваться как соучастие. Также перед участниками съезда с информацией о нововведениях выступили представители Росреестра, Квартирно-правовой службы, МФЦ и Центра геоинформационных технологий. Совершенно ином формате.